Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN и разработчики порадовали нас рулеткой на мистические контейнеры. Сразу о плохом. Если у вас большое количество танков в коллекции, то скорее всего данная рулетка будет вам неинтересна и невыгодна. По одной простой причине, потому что получая себе коллекционную машину, вы получите компенсацию 7500 голды за десятки и дальше по вниз, ходящей за девятки и восьмерки ценник падает. Ну а если вы получите себе премиумную машину, то за нее получите компенсацию серебром и это в крайне выгодно. В моем конкретном случае тут действительно очень мало танков, которые, как вы видите, отсутствуют в моем ангаре. Допустим, WZ111-5A или тот же самый КПЗ 50 тонн и на этом, в принципе, для меня лично десятки заканчиваются. А значит, если даже будет десятка, то, как я уже говорил, получаю компенсацию, возможно, меньше, нежели я потрачу на прокрутый рулеток. По девяткам тоже не сильно жирно, у меня только TL7120 не хватает, все остальные девятки из данного сертификата у меня есть. Что касаемо восьмерок, то здесь у меня не хватает в основном тех машин, которые я, в принципе, не покупал, когда они даже появлялись на продаже, потому что они мне не интересны, ну и в целом понимаю, что не сильно-то меня и фанить будут своим наличием в ангаре. Если мы говорим с вами о машинах более низких уровней, то да, безусловно, мне, ну, хотелось бы, допустим, того же самого уничтожителя получить, и я буду счастлив, окей, хорошо, ну а все остальное тоже под очень большим знаком вопроса. Также стоит отметить, что стоимость рулетки, как и в прошлый раз, кстати, когда эта рулеточка выходила, здесь по ценнику то же самое, цена осталась неизменной 17987 голды за все 16 прокруток. В отношении шансов я даже смотреть не буду, потому что здесь с высокой долей вероятностью вам выпадет мистический контейнер, ну а если вам не повезет, то, скорее всего, мистический контейнер. Короче говоря, как ни крути, все равно мистики будут выпадать, и таким образом получается, что ты в любой момент можешь остановиться, и нет необходимости идти прямо до самого конца для того, чтобы забрать мистический сертификат. Кроме того, стоит отметить, что если у вас есть где-то там в хранилище талисманы на мистический контейнер второго уровня, то здесь вам хватит контейнеров для того, чтобы собрать как минимум один контейнер второго уровня, ну и с высокой долей вероятностью у вас есть что-то все-таки в вашем хранилище, и значит, ваше количество контейнеров второго уровня будет больше. Ну а здесь, ребят, действительно гораздо интереснее, нежели в контейнере первого уровня, потому что здесь вы можете получить вот этот анимированный аватар, ну и его обменять на 10 тысяч голды. Так что, в целом, я бы сказал, что контейнеры второго уровня немножко интереснее, но по моему опыту не так уж и часто из них что-то выпадает. Крутить буду у себя на основном аккаунте, иду до конца, прокручиваю полностью до тех пор, пока не заберу мистический сертификат. Мало ли, вдруг действительно мне повезет. Ну что, поехали. Крутим рулетку. Первые 300 голды дают мне явно, явно дают мне мистический контейнер, и, скорее всего, даже не один, а несколько. А нет, игра говорит, бери по одному пока, а там видно будет. Открываем. Что достаем из него? Достаем из него талисман. Мне талисманов необходимо еще три, для того, чтобы еще один контейнер второго уровня открыть. Ну и плюс есть еще контейнеры второго уровня непосредственно в самой рулетке. Два контейнера сразу, и, как видите, один контейнер отдельно лежащий. Ладно, 330 голды. Давай. Удиви меня рулетка. Сделай, пожалуйста, это открытие действительно выгодным. Вообще, кстати, ребят, помните по поводу того, что одно дело крутить рулетку, в которой вы четко видите главную награду, ну, допустим, какой-нибудь условный баггер там или что-то подобное, а другое дело крутить рулетку, в которой в конце вы получаете талисман, из которого вам выпадет какой-то танк. Ну, то есть, получается, нет уверенности в том, что вы окупитесь однозначно. Во-первых, танк, который вам выпадет, не обязательно будет отсутствовать в вашем ангаре, а значит, вы получите компенсацию, которая, возможно, не покроет ваши затраты, а уж тем более, если это будет премиумная машина в нашем случае. Ну, а во-вторых, стоит отметить, что даже если вдруг вам выпадет танк, которого у вас в коллекции нет, то опять-таки не факт, что это именно та машина, о которой вы мечтали, та машина, которая вас порадует, и на которой вы действительно часто будете играть и получать удовольствие. Поэтому сначала хорошенько все взвесьте, вспомните по поводу своего везения на контейнеры, насколько оно велико, и только потом крутите рулетку. Ну и заблаговременно поставьте себе за цель дойти до определенного момента и там остановиться, если вам ничего не выпадает. Я не буду открывать сейчас контейнер второго уровня, крутим дальше, когда выпадут конты второго левела, тогда уже и откроем. А этот контейнер пусть пока отлежится, глядишь, может натянет в себя везение, и мне повезет достать что-то действительно годное. Пока в целом ничего уникального не происходит. Мистические сертификаты не сыпятся мне на голову, к сожалению. Ну и по голде, как вы видели, по-моему, только 500 выпало, больше не повторялось. Ну вот еще 1000 возвращаю назад. Пока вроде бы танцую в пределах разумного. То есть ничего такого не происходит, но хотя бы не совсем прям в какой-то там минус ухожу. Косарь вернулся уже неплохо. Едем, едем дальше. Еще 4 контейнера, и того можно открыть эти 4, и плюс те, которые недооткрыл только что. Раз. Два. Ну давай, гадина, не издевайся, блин. Че ж ты нерв-то портишь? Я так сел тебя крутить с полной уверенностью того, что сейчас должно произойти какое-то чудо. Есть оно чудо! Есть! Есть оно чудо неимоверное из чудес. Ну что, открываем? Давай десятку мне. Давай десятку или уничтожителя. Но! Аааа! Сволочь! Гаргулия! Да иди ты в пень, блин, со своей гаргулией пятого уровня! Нет, ну окей, хорошо. Хотя бы не премиумная машина, которая есть у меня в ангаре. Ну, ё-моё! Ну, как-то вообще не густо. Ну, не густо. Я так обрадовался этому мистическому сертификату, и тут на тебе. Так, по талисманам надо ещё девять штучек открыть контейнеров первого уровня, для того, чтобы ещё один контейнер второго левела собрать. Ни черта! Ни черта! Божечки, как я только что воспрял духом, и тут же упал на дно. Просто! Донное дно, блин! Открываем! Нет ничего, блин! А чё тут у нас вообще может быть? От ста до целых ста ка! Ну, дай хотя бы сто тысяч, я не знаю! Ну, если не даёшь машины нормальные... Гаргулия далеко не предел мечтаний. Это, ребят, то, о чём я говорил. То, что вы получите... Что это только что было? Почему мы зависли? Вот. А то, что вам выпадет танк, это далеко не гарантия того, что вы заберёте себе танк, который вас интересует. В моём случае это была Гаргулия. 1500 голды падает назад. Ещё 5 контейнеров надо первого уровня. А сколько здесь есть? Раз, два, три, четыре, пять. Ну, хватает, окей. Окей, хватает. Может, повезёт всё-таки. Может, сейчас как попрёт мне. Ну, давай! Два! Два, два, два! Два из них. Ноль сначала. И... Но! Но! Ну, я не верю в это. Ну, блин, ну, должно быть ещё. Должен быть ещё один мистик, помимо того, который главной наградой здесь висит. Так, ещё один контейнер. Открываем. А! Хренас 2, плати бабло. Нет ничего здесь. 990. 990 голды. 990 голды. Ну, слушайте, пока в минус я не сильно ушёл. Благодаря горгулье, которая мне вернула, и плюс полторуха упала. В целом... В целом не сильно обнищал. Но всё равно обидно. Ну, почему не уничтожитель? Но он там рядом находится, блин. В списке. Тоже большое ничего. Так, ещё один контейнер. И будет мне счастье. Будет ещё один контейнер второго левела. Сейчас один как раз и даст. И зависло опять. Что происходит, блин? Не, ребят, мне реально нервов не хватает на это всё. Это... Это... Это очень тяжело морально-психологически выдержать. Вот то, что происходит. Сколько я слил? Семь тысяч, да? Грубо говоря. Семь косарей ушло. И, честно говоря, то, что я оттуда получил, как-то не сильно меня радует за эти семь тысяч. Ну, Рилл, серьёзно, из всех контейнеров первого уровня один сертификатик. Ну, маловато, блин. Маловато. Зажали. Зажали. Двести голды. Вообще, даже не воспринимаю сейчас эти двести золотом. Ещё сотня. Всё. Нет, ещё есть. Да что ж происходит-то в конце концов? Так, ну, переходим к самому интересному. Контейнеры второго уровня. Две пятьсот пятьдесят. Я так понимаю, что мистический сертификат упадёт последним. Тут, как бы, становится всё ясно. Забираем. Три пятьсот пятьдесят. Интрига бешеная. Просто бешеная интрига. Открываем контейнеры второго уровня. Сколько контейнеров у меня получилось, я не посчитал, но я думаю, сейчас подсчитаем сами. Первый контейнер. Ну, давай. Есть! Есть! Есть, ребят! Есть ещё один талисман. Но! Давай! 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 Джусор, блин! Ах ты ж... Ты посмотри! Ты посмотри! А что такое открыть за... За один голдовый? Это что значит? А давайте откроем. Я не знаю. За один серебряный. Что это? Ваш запрос на покупку обрабатывается до десять начисления. А чё мне начисляется, я не совсем понимаю. Э! Алё! Так, чё-то я в экран постучал, не помогает. Чё там начисляется, я не понял. Ладно, едем дальше. До контейнера третьего левела не дойду точно. Надо шесть. У меня явно столько не будет. Второй контейнер, что мне приносит? Ничего не приносит. Ладно. Третий контейнер. 3,750 за Джисора я получил компенсации. Четвёртый контейнер... Ну, как-то маловато. Маловато будет. Забираем. Пятый контейнер. Пять контейнеров второго уровня и Джисор. 200 голды. Двух не хватает. И у меня их нет. У меня их нет, чтобы открыть контейнер третьего уровня. Ладно. Может быть, где-то потом как-то повезёт. Забираем за 2000 талисман. И давайте посчитаем. Мне сейчас этот талисман обошёлся в 10 тысяч золотом. С учётом того, что мне выпала горгулия, с учётом того, что мне выпал Джисорчик, я в минусе на десятку. Всё. Заглючила рулетку в очередной раз. Да. Прикольно. Хорошо. Давайте посмотрим тогда в хранилище. Я так понимаю, у меня, скорее всего, рулетка обновилась. Да, сейчас. Да. Крути ГСН хоть до упаду. Ну, пожалуйста. Я так понял, что вот тот момент за один серебровый, это как раз и есть вот это вот предложение обновить себе рулетку, если вдруг ты совсем маньяк и хочешь прокрутить ещё разочек. Ну что, открываем талисман. Я больше чем уверен, что ничего годного оттуда не выпадет. Ну, а мало ли, вдруг повезёт. Талисманчик, принеси мне, пожалуйста, чего-нибудь действительно удивительно прелестного. ИСУ-122С. Я собрал 8 этих ПТшек, если я не ошибаюсь, на обмене ресурсов. Вот такой вот мой результат. Я в минусе на 10 тысяч голды. Я сижу, плачу. Я даже не так плачу, как рыдаю. И понимаю для себя, что сделал очень большую глупость. Настоятельно рекомендую вам хорошенько подумать перед тем, как крутить данную рулетку до конца. Я пошёл снимать следующее видео специально для вас. Вы в это время пока пишите, пожалуйста, свои комментарии со своим мнением по поводу увиденного. Ну, а ещё, если вы за честность и хотите видеть всё таким, какой оно есть, то, по-моему, данное видео один из тех показателей, почему стоит подписаться на данный канал. Потому что я не выкладываю у себя на канале исключительно классные, интересные видосы, которые будут вам заходить. И, соответственно, вы будете уверены, что в этой игре всегда всё радужно, прелестно и всем всегда фартит на контейнеры. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»